про это мы с вами говорили я хочу подчеркнуть еще раз вначале мы говорили просто да вы уничтожил на гигантских просторах а началось это не сегодня а вот земля она не сотни лет нет она миллионы лет обустраивалась получились где болото огромные болота есть болото на 1000 гектаров на сотни тысяч гектаров где-то есть пойменные земли где-то есть гигантские просторы степей как наша байкальская степень где-то есть дремучий лес причем именно дремучий лес составлял основную часть поверхности земли именно ли смотри служил как раз насосами связь между подпочвенной водой и это за сотни лет все изменилось и наконец спусковой крючок случился весь то что идет сейчас сейчас опять потопы страшные потопы просит еще пока они не привели к катастрофе всемирного голоду вот уже на подходе изменить ситуации может какой над мирная или всемирной правительстве или уже инопланетяне потому сами не тянет которая пистолетового виска скажу срочно все все зарастить лесом пока не поздно срочно все зарастить лесом но я об этом говорил я говорил как сейчас потеряна вот понимаете да а вот это теперь еще раз фотографии использовать для другого дело то что вот это дерево так у нее штамп именно ради потому что такие деревья штампы вся садовая наука научила миллионы людей вы сажать деревья с помощью искусственных штампов стенцы деревьев штампы имеют причем тоже разные они могут быть прямо от земли вот почему потому что есть места где трава была очень низкая вот такая вот вылез из такой травы я объясняю саму эту саму агротехнику вернее даже не агротехнику а саму даже не агрономию то что называется постепенно и за миллионы лет создание определенного генотипа то есть вот у груш вот такие небольшие тут они начинают развиваться почему груши засушливых мест отсюда я нигде не учил я все придумал сам у нее насос бур очень глубокий на 5 до 10 метров а там кто знает больше больше и трава вот такая и вот она растет у нее специальная форма вода широко не раз как у яблони используется комп для компактной кроны и крона обеспечивает сухой штаб вот так получилось у яблони уже по-другому это на исторических местах где они миллионы лет не у нас где дебилы это привитое дерево которого генетически штампа нет привели у земли усеется штампы если был то его нет потому что на такой высоте обычно приваем мы как я учу а у прямой вообще штампа не положено быть потому что это боковая ветка я сто раз говорил о других местах возвращаемся к происхождению значит вот такой высокий штаб это значит что миллион лет назад сейчас вот это может быть вот такая трава а когда-то она была до при полтора-два метра бедная несчастная семечка одно из миллионов вот здесь вот их миллиарды за эти годы они же переносится как парашют 10 миллиарда но в траве она взойти не может ей нужен стимул и вот каком-то чудом уже не люди садили это дерево каким-то чудом она все-таки пробилась через траву а трава когда-то была метр-полтора вот видите какой вот из вот так как бы может легко догадаться так она была и трава вот такая вот высота она была и только а с этого места могли развиваться боковые ветки ниже не могли темно и нету солнца я растут прошли миллионы лет все это стало генетически вот такое красивое дерево его запомнили современные ученые вот а им же надо было как-то надо было взять эту статью написать что-то приду если говорить не подходи к дереву представляете статья статья о формировании дерева пункт 1 не подходи к дереву . подпись кандидат наук доктор наук кто такую статью привез в эту и подходи к дереву три слова это я могу такое себе позволить они не могут им надо статья гонорары и публикации и так получилось генетически заложился высокий штамп уже с тех пор трава стала другой он мог переехать за тысячи километров ураганами семечка принесло сюда всех мест где трава высокая в теме сидит раз а это уже все генетически заложено и кто-то с дурой решил что дерево должно ведь штамп что должно быть высоко и позавчера показали опять целый регион и ладно бы где-то у нас в россии азов не запомнил район все в чертовой мать или снесло показывали по деревянной постройки летели по воздуху и падали на эти торгучие автомобили расшибали а вы представляете что в садах творится вот там высокий штамп а сейчас каждым годом урагана будет все больше а мы что должны делать я не зря все это говорю и вот уступят а лучше еще ниже к земле на всякий случай сидеть показать найти давайте сейчас где-то эти ложку а вот смотрите вот видите дело в том что эти деревья эти деревья сломать практически невозможно понимать они ветками нижним я видел там пару яблоко лежит на земле то есть на ветке а ветка на земле вот видите за его сапогами даже подгнили немножко но они упираются их раскачали они упираются как ходули вот это и есть современная агротехника климат раскачивается давайте приспосабливаться а вместо этого что делают а я сейчас покажу я даже забегу вперед у нас это кремня с оба богу посмотрите здравствуйте я через их вещах говорит может кто-то расскажет надоело вы правы кого выпускаете вирязевское подобное заведение рука жопов без головы на фото сейчас идет посадка деревьев в москве с такой вот корневой системы сейчас идет сейчас когда нельзя посадить этого дерева они еще и садят деньги отмывают чертовой матери пилят или как там называется какая сейчас посадка может быть до зимы еще сколько а другие эти посадки весной подобные саженцы высаживать вы смотрите если верить ему это свежий с ним посмотрите на этот штаб во первых с таким штампом ему кто как не понимает вот кто-то живет на первом этаже кто-то на 30-м этаже а лифт не работает что это значит люди сердце насаживают многие за это в годы не доживают если он будет ответить на 30 этаж без лифта подниматься вот он лифт вот он ни одна ветки внизу нету разве можно такие саженцы а вы правы рукожопой это я понимаю теперь многие из вас могут кто-то на вечерская облакова не прошло раньше да еще сюда же надо поднять в этот сок сюда как он поднимет откуда у него эти жалкие корни здоровья будет выложить три метра саженцы по с половиной но если бы хоть отсюда бы отходили вырезки да вот тут бы отрезать что делать но если по них хотя бы был бы хоть и один из тысяч специалистов же этих озеленение за тысячи специалистов не считая там десятки сотни тысяч простых рабочих вот тут еще отрезать да вот тут маленькие шансы что он выживет он до зимы сдохнет они снова посадят а он сдохнет они снова посадят как то ли это письмо а это я уже написал все письмо ну вот опять дорогой друг прости нет тут твоя фамилия как-то я упустил и вот у меня что у меня у меня значит родилось такое предложение каждая искалеченная и срубленное дерево должно отдаваться болью в сердце современная агротехника невежественная помощь лесорубам заменили лес на сады мы же как ну хорошо срубили лес но посадили сад тоже насос огромные абрикосы груши вон 10 метров роста на украине мы не слазились диких черешек вот такой высоты деревья были огромные это невероятно вот так и эти самые пирсунского выделать и не только еще не тронска и вот а где эти деревья вот так заменили лес на сады а сейчас нас выпилили теперь это плаваем в эти совы вся полностью изменилась вся вся планетная система и сейчас нашла какой-то инопланетянин который бы сказал ну чертовой матери вы что натворили единственный вредный вид на земле это не муравьи дурочки это не муравьи люди а если от нас захотят избавиться морковь можно постепенно коронавирус людей побывается смотришь меньше вырубать несет может вернется назад все побывается эти самые самые ветра по убавиться потопы возьмите сколько я подоговорил ужас какой-то вот это такое безалаберность такая безграмотность и специальная посадка на смерть специальная посадка на смерть однажды как я сейчас я договорю вот этого и тема мы сожалению все не успели вот вы когда с девчатами общались за не успели в каком смысле вот красноярске есть больше учебное заведение ночь и сельский институт забыл 80 лет совершит такое там ученые взялись сами что ли изобрести генетическое оружие по уничтожению грибов копят который якобы уничтожает сосны якобы что надо эти грибы уничтожить сосны будут чистенькие болеть не будут так минутку я сейчас сам заболею кондиционер поработать себя невежество достигла таких пределов что они даже не знают даже не знают что грибы не едят эти же самые сосны сидят на сосны изменился климат сами изменили климат так нет изменили что получили там где деревья не болели начали болеть там где было мокро стало эти самые потопы там где было сухо стало еще суши а значит это засуха его не родит ничего и вот эту дурю занимаюсь выговорился сейчас еще ни при чем им еще не поручили эту генетику по уничтожению сколько тем сколько тем